Всем привет, с вами Хронаш, и вы смотрите дайджест игровых новостей от команды X-Delay. А вам нравится серия Dark Souls? Судя по всему, вот этому парню она нравится очень сильно. Всего каких-то 35 часов, и вы со своей любимой игрой неразлучны. Ну а пока вы обдумываете сей факт, мы с вами переходим к другим новостям минувшей недели. Blizzard, вероятно, тизерит нового персонажа для Overwatch. Как обычно, в привычном уже стиле. Шестисекундный ролик в Твиттере, в котором взламывают сервер Когтя и ищут личный журнал ударного отряда Куэрвы. Из документа ясно, что некий Жан-Батиста Гюстен покинул Коготь, а по своей специализации он меткостреляющий медик. Звучит странно, учитывая, что в игре уже есть Анна, которую можно описать похожими словами. Ну, возможно, это не то, о чем все подумали. Кстати, на лайв-серверах Overwatch уже доступна для игры карта Париж, на которой есть крутейшая пианино. Вы же не за перестрелками в Overwatch приходите, верно? Для StarCraft 2 вышло обновление 4.8.3. В нем был добавлен новый комментатор Ловко. Также все игроки, у которых есть трофейный фонд Котовицы 2019, хотя бы для одной из раз, получат наборы с шести портретов в стиле комиксов. Большинство исправлений коснулось режима совместных заданий, в частности командиров Аларака, Дихаки, Новы, Стукова и Зератула. Раздел Riot начнем с обновления 9.4. Оно принесло с собой много изменений. Большое количество чемпионов было перебалансировано. Особое внимание Riot сосредоточили на усилении Rek'Sai и ослаблении Ургота. Руна Завоеватель была изменена. Также усилили предмет Похититель Сущности. Ну и теперь миньоны первой волны смогут проходить сквозь бойцов в течение 28 секунд после своего появления, чтобы игроки не могли мешать их движению. Две сестры с божественным происхождением получили обновление. Из набора умений Морганы мало что изменили, только ультимативная способность теперь дает ей скорость передвижения. Ну и конечно же визуальные эффекты умений и сама Моргана стали выглядеть заметно лучше. Кейл же изменили немного сильней. Пассивное умение теперь будет усиливать Кейл на 6, 11 и 16 уровнях, изменяя ее атаки и урон от них. Также в ее арсенале есть направленное заклинание, замедляющее врагов, исцеление, ускоряющее ее союзников, а еще прежний ультимейт, только теперь по окончанию счета неуязвимости вокруг этой цели будут падать карающие мечи Кейл, наносящие урон врагам в достаточно большом круге. Также помимо механики визуала были обновлены и биографии Кейл и Морганы, что было вполне ожидаемо. Кроме этого Райот продолжили добавлять новые рассказы на сей раз о Саджуане и Ульдире. Мы не рассказывали вам об этом событии, но те, кто следят за ЛСЛ, знают, что организация Ваевиктис eSports пошла в сезон с полностью женским составом команды. С самого начала многие зрители недоумевали о причинах такого поступка. Были и те, кто поддерживал такую инициативу, ведь женщинам тоже открыта дорога в киберспорт, равенство и все такое. Эта история вряд ли бы имела продолжение, если бы не уровень игры команды. За первые три игры счет по убийствам у команды был 4.84. Ну что, примерно представили себе уровень игры команды? Сразу становится ясным, что организация сделала ставку явно не на то, чтобы побеждать, а скорее на хайп и медийную составляющую. Но и это еще не все. Riot Games уже выдала по предупреждению командам Vega Squadron и ROX. Первым за затягивание игры, и это вроде как по делу, а вторые получили предупреждение за бан пятерых саппортов. Вроде как проявили неуважение к соперникам. Что примечательно, в правилах самих Riot есть пункт, который утверждает, что фаза пиков банов не оценивается как неуважение к соперникам. Тем не менее, при повторных нарушениях обещаются более суровые санкции. Теперь непонятно, как другим командам вести себя с Ваевиктус и Спортс, чтобы не напороться на наказание. Далее немного о других новостях. Если вы недавно купили себе PlayStation 4 и задумывались о годовой подписке на PS Plus, для новых аккаунтов при покупке годовой подписки можно получить Rainbow Six Siege абсолютно бесплатно. Держим в курсе. И еще немного информации для обладателей консоли от Sony. Если вы фанат Undertale и ждали выхода новой игры Delta Rune от того же разработчика, спешим вас порадовать. Уже 28 февраля первый эпизод выйдет на PS4. Ну и за компанию на Switch. Microsoft на этой неделе огорчила фанатов из России. Как они сами выразились, после проведения технического и операционного анализа, решили, что пора бы и прекратить продавать онлайн-подписку Live Gold и Game Pass. Вроде как эти сервисы в России спросом не пользуются. Возможность покупки, конечно же, останется, но уже в сторонних магазинах, что, возможно, не так удобно для пользователей. Ну и давайте сразу о Nintendo, раз затронули основных консольных игроков. На неделе президент Nintendo of America, Реджи Фис Эмэ, сообщил, что покидает свой пост. Он говорит, что Nintendo навсегда останется частью его жизни, но сейчас он хочет проводить время со своей семьей. Забавно, что новым главой Nintendo of America станет Даг Баузер. По этому поводу в сети уже можно найти много смешных картинок. Компания Valve сообщила о том, что собирается удалить со Стима весь видеоконтент, никак не связанный с играми. Их попытки продавать на площадке такие продукты не особо впечатлили саму Valve, поэтому они решили сосредоточиться на контенте, который непосредственно связан с играми. Тем не менее, после его удаления, те, кто приобрел что-либо в Стиме, сможет, как и ранее, его использовать. По этому поводу переживать не стоит. В интернете распространяются слухи о том, что та же Valve планирует купить очередную в своей истории разработку моддеров. Как мы все знаем, попытка прорваться на рынок карточных коллекционных игр с артефакт с треском провалилась. Сейчас в этой игре крайне небольшой онлайн, в несколько тысяч игроков, что само по себе крайне неудовлетворительно для такой большой компании. В то же время, кастомная игра на базе Dota 2 под названием Dota Auto Chess вышла 4 января текущего года, но уже поставила несколько рекордов. Так, этот режим уже скачало более 4 миллионов человек, а одновременно в него играло более 300 тысяч пользователей. Согласитесь, что по сравнению с артефактом просто небо и земля. Таким образом, покупка этого режима может позволить Valve реабилитироваться и получить достаточно популярную игру в свою копилку. Говорят, что сейчас в компании думают над тем, как ее можно монетизировать. Что ж, будем надеяться на то, что они не переусердствуют, ведь, по моему мнению, одна из причин провала артефакт – это именно агрессивная монетизация игры. Разработчики Path of Exile показали новое дополнение к игре. Называться оно будет Synthes. Дополнение станет доступным для ПК-игроков уже 8 марта. Тремя днями позже к ним присоединятся игроки Xbox, ну и игроки PlayStation догонят их уже в средине марта. В дополнение мы встретим Каваса, которому нужно будет помочь восстановить воспоминания. Если вам удастся связать их воедино, вас ждут ценные награды. Устройство под названием Synthesator поможет игрокам разрушать расколотые предметы и создавать из них базовые с необычными свойствами. Глобально дополнение содержит в себе Лигу Испытаний Synthes, новые предметы и Камни Навыков, полный ребаланс чар, а также интегрированную версию Лиги Предательства. В очередной раз похвалю Grinding Gear Games. Их продуктивность очень радует. На неделе Red Hook Studios представила тизер игры Darkest Dungeon 2. Думаю, что для фанатов первой части игры это радостная новость. Что же касается подробностей, их не так много. События игры будут происходить в заснеженных горах, а персонажам придется выживать во время непростого путешествия. Как видно из тизера, мы повстречаем уже знакомых персонажей из первой части, но возможно нас ждут и новые герои. Обещают улучшение графики и других аспектов игры, а также будет изменена боевая система. Кроме того, нас ждет ранний доступ к игре. Никаких данных о том, будет ли игра портирована на другие платформы, кроме PC, пока нет. Google внезапно сообщила о том, что примет участие в Games Developers Conference 2019. Даже начала рассылать сообщения с приглашениями различным людям. Пока точно сказать о том, что же привезет интернет-гигант на конференцию, сложно. Возможно, будет больше рассказано о стриминговом сервисе Project Stream, или же, быть может, нас ждет консоль от Google. Во всяком случае, это интригует. Будем следить за событием. К слову, начнется оно 19 марта в 21.00 по московскому времени. В сети появился вот такой вот скриншот, который приоткроет занавес тайны над тем, что же нас ждет в будущем для игры Apex Legends. Естественно, если это не Photoshop. Как мы можем видеть, в планах у разработчиков приличное количество новых легенд. Также датамайнеры уже успели изучить внутренность клиента, и говорят, что Octane будет связана со стимуляторами для союзников, а персонаж Уотсон, вероятно, сможет расставлять электрические ловушки. Скорее всего, в марте нас ожидает первый рейтинговый сезон игры, вместе с которым будет идти боевой пропуск. Десять лет назад, а именно 27 февраля в Европе, вышла игра Halo Wars для Xbox 360. В отличие от самой Halo, игра является стратегией, в которой большая часть юнитов была позаимствована из оригинальной игры. На выбор дается две стороны – люди и ковенанты, плюс можно еще выбирать лидеров фракции, каждый из которых имел свои способности и уникальные войска. Оценка на метакритике – 82. А нам интересно, есть ли среди вас те, кто в нее играл? Поделитесь воспоминаниями в комментариях. Рубрику релизов откроет игра под названием Dirt Rally 2.0. Если вы хотите почувствовать, каково быть участником ралли, то эта игра для вас. Игрокам будет доступно более 50 самых мощных внедорожников в мире, и рассекать на них можно будет по локациям из Новой Зеландии, Аргентины, Испании, Польши, Австралии и США. Кроме этого, машины можно будет тюнинговать по вашим предпочтениям, а также набирать и развивать свою собственную команду специалистов, которые будут помогать вам в подготовке к заездам. И учтите, что погодные условия напрямую смогут влиять на то, как автомобиль будет ехать по трассе. К примеру, тот же дождь будет размывать дорогу, что усложнит жизнь водителям. Любители скандинавской мифологии смогут попробовать игру Фимбул. События развернутся в последнюю зиму перед Рагнарёком, в Фимбул Винтер. Игрок возьмёт под управление берсерка Квельдул Вера, который ищет на просторах Йотунхейма артефакт, способный спасти Мидгард от уничтожения. Обещают, что события в игре будут нелинейными, и ваши действия будут на них влиять. Также будет дерево сюжета, которое позволит вам вернуться во времени к ключевым его моментам. Ещё будет поощряться исследование мира, и игроки смогут найти много секретных мест, которые прольют свет на историю тех или иных персонажей. Боевая система в игре будет лёгкой в освоении, но тяжела в доведении её до мастерства. А большой арсенал оружия позволит игроку подбирать лучшее в той или иной схватке. Ну и завершит эту подборку Fighting Dead or Alive 6. Как понятно из цифры, это уже шестая часть серии, поэтому игра продолжит историю пятой части и будет вертеться вокруг шестого турнира Dead or Alive. Игра сделана на новом движке, поэтому обещают, что визуальная составляющая вышла на новый уровень. Прекрасно видно мимику персонажей, а также пот и грязь на модельках. Ещё была добавлена система прорыва, новый вид приёмов, который добавит сражениям новый элемент стратегии. Ну и на сегодня это всё. Всем спасибо за просмотр и комментарии. Я надеюсь, вы их написали, так ведь? Отдельная благодарность, как всегда, уходит нашему патрону Александру Терехову. Спасибо за поддержку. Если вам тоже интересно то, чем мы занимаемся, переходите по ссылке в описании на сайт Patreon. Ну и до встречи в следующем ролике.